Сегодня поговорим об облачном хранилище мега со сквозным шифрованием файлов по умолчанию. Причем мега хороша не только тем, что дает 20 гигабайт бесплатного дискового пространства, но и тем, что функция сквозного шифрования никак не влияет на удобство использования сервиса. Ну то есть выглядит все красиво, современно, богато. А за 5 евро в месяц вы можете получить аж 400 гигов на диске, но мы ограничимся 20-ю и посмотрим, что еще можно получить на бесплатном тарифе. Ну собственно вот. Веб-интерфейс очень милый, понятный и на русском. Правая кнопка мыши, создаем папку. И опять правая кнопка – создать текстовый файл. Тут нет конечно обилия Google Drive, только TXT. Но мега это не для совместной работы с документами, а для безопасного хранения и обмена файлами. Нумерация строк зато есть по умолчанию. Ну и соответственно кроме создания файлов и папок можно закидывать сюда файлы и папки с компьютера, просто перетаскивая их в интерфейс программы. Кроме собственно облачного диска в интерфейсе есть недавние элементы и общие папки. Входящие – это те, которыми поделились с вами, и исходящие – те, которыми поделились вы. Как добавить папку восходящую? Правильно, расшарить ее. То есть открыть общий доступ к папке. Тут у вас со временем появится список контактов, те у кого есть мега и кого вы добавите в контакты. Но пока список пуст и поэтому пригласим друзей. Адрес электронной почты. Потенциальному другу придет письмо с предложением зарегистрироваться в мега, в противном случае общей папкой пользоваться не сможет. Тут настройки прав. Теперь папка у вас появляется в исходящих и будет здесь, пока вы ее отсюда не уберете. То есть не закройте доступ. Это первый вариант для совместной работы с файлами. Для тех, у кого есть мега. Если вы хотите просто отправить кому-то файл без регистрации, вам нужно поделиться с ним ссылкой. Иначе что же это за файлообменник, в котором нужно обязательно регистрироваться для файлового обмена. Выбираете файл, получить ссылку, предупреждение о защите авторских прав. Да, кстати. Рассказывая про мега, нельзя не упомянуть о ее создателе по имени Ким Дотком. Имя не настоящее, собственно это доменное имя Дот, напомню это точка, ну то есть он поменял фамилию Сошмидтс на Дотком. Почитайте о нем бурной биографии. Человек неординарный, первый срок получил за хакерскую атаку еще подростком. Потом ряд перипетий достойных похождения сына лейтенанта Шмидта и по совместительству турецко-подданного. И в 2005 году он основал файлообменник Мега Аплоат, который со временем вошел в топ-13 самых посещаемых сайтов мира и имел четыре процента глобального трафика. Портал погорел как раз на теме пиратства. Ну и как бы отголоском тех событий вот это предупреждение. Типа вы имеете в виду никакого пиратства. Только никакого пиратства. Да, я согласен. Ну и вот ссылка. В бесплатной версии вы не можете установить время удаления и защитить файл паролем. Хотя можно экспортировать ключ дешифровки отдельно, а это в принципе тот же пароль. Но пока отправим ссылку как есть. А как есть получатель вставляет ее в браузер и может посмотреть файл и скачать его. А в случае с раздельным ключом вы получаете отдельно ссылку и отдельно ключ. По меньшей мере можно использовать разные каналы пересылки. По одному отправить ссылку, по второму ключ. В надежде, что что-то одно не перехватит. Так. Все файлы, на которые вы расшарили ссылки, появляются у вас вот здесь. Это очень удобно. И здесь же, кстати, ссылку можно отозвать. Что равнозначно автоудалению. Просто тут вы являетесь таймером автоудаления. Точнее ваша голова, которая должна об этом помнить. Ну и давайте попробуем расшарить папку для кого-то, кто уже зарегистрирован в мега. Для вас это выглядит так же, а вот получателю придет не только уведомление на почту, но и уведомление в мега. Сначала о добавлении в контакты, а потом о том, что ему расшарили папку. Ну вот видите. У него она появляется во входящих. И теперь, так как вы обменялись контактами, вы можете не только обмениваться файлами, но и обмениваться зашифрованными сообщениями в чате. Вот таким вот образом. И даже созваниваться, хотя качество связи я здесь не проверял. Ну и давайте заглянем в завершение, в настройки. Тут есть ключ восстановления. Напомню, при сквозном шифровании ни у кого нет доступа к вашему паролю, кроме вас. И если вы его потеряете, то восстановить его будет невозможно. Ну так вот ключ восстановления поможет его восстановить. Но есть ли гарантия, что вы и его не потеряете? Не знаю. Ну и в настройках я уж не буду проходить по всему. Давайте зайдем в безопасность. Здесь, в числе прочего, есть двухфакторная аутентификация. Можно удалять метаданные при выходе из системы. Это бывает полезно при определенном уровне угроз. И тут указаны все сессии, в которых вы авторизованы. И эта опция тоже очень полезна. В случае опасности выходить со всех устройств, включая текущие. У Мега есть синхронизация и с ПК и с мобильным. Но опять же, если есть опасения, то можно работать из браузера. Что вкупе с очисткой метаданных и выходом со всех устройств в один клик является неплохим подспорьем в безопасности. Сервис принадлежит новозеландской компании. Это, конечно, не самая безопасная юрисдикция, но и не РФ. Ну и в целом очень неплохо, учитывая, что у меня на бесплатном тарифе 50 ГБ. Был такой момент в начале, когда они демпинговали. Потом опустились до 20, но старые тарифы не отозвали. Пространство, кстати, можно увеличить за счет реферальных ссылок. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова